Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Александр. И сегодня мы с вами поговорим о новинке, которая сейчас появилась в сети магазинов Мир Автокресел. Это кресло от компании Recaro. Моделька у нас называется Axion 1. Незадолго до появления этого кресла, так на ушко шепнули кое-какие люди, что Recaro готовит какое-то супер-супер кресло в категории 2.3, чтобы уделать всех своих конкурентов. И это у них практически получилось. Не на все 100%, конечно, но это достойнейшее кресло максимально высокого уровня и со всеми фишечками, которые сейчас на рынке, в принципе, есть. Категория 2.3, друзья, это с метра до 150 сантиметров. Коротенько о том, что именно с метра. Просто некоторые родители немножечко путают вес там и тому подобное. Обязательно в ребенок должен быть метр, потому что ребенок здесь пристегивается. Видите, нету пятиточечных ремней. Ребенок пристегивается здесь автомобильным ремнем через специальный направляющий. Если ребенок будет ниже, ремень будет на горле. Это очень опасно. Поэтому 100 сантиметров это прям вот от и выше. Меньше ребенок, без примерки, ни в коем случае бы я даже не пытался сюда сажать и тем более ездить так с ребенком. Друзья, что касается безопасности, здесь все стандарты, которые на сегодняшний день на рынке присутствуют. Айсайз, все это, естественно, есть. И этому креслу можно доверять ребенка смело. Есть также и фирменная система дополнительной боковой защиты, которая гасит энергию удара при боковых ДТП. Сейчас я его там пристегну. Вот я вам сейчас визуально покажу эту систему. Она гасит энергию удара, рушится и потом энергия удара уходит на сам каркас. Так работают вот эти все дополнительные системы. Кстати, что касается каркаса, сразу взял в руки, покажу вам. Мне что нравится у Ricara. У них есть такая фишечка, как вентилируемый каркас. Воздушные каналы по всему каркасу используются. И летом меньше будет предребенок. Здесь дышащая спинка, воздушные каналы по корпусу. Также у нас дышащий низ самого сидения. Поэтому воздух там гуляет и ребенок будет меньше пред. Что касается, кстати, крепления, используется классическая система изофикса. Металлическая, не пластиковая. Поэтому все как полагается. Пристегнули. До щелчка. Все, собственно, можно ехать. Так, что касается, друзья, именно наклона. Хочу сразу сказать. В 2-3 категории обычно не бывает каких-то таких вот... Обычно, за редким исключением, не бывает такого каркаса, как вот чаша. И он как бы ездит с кнопочкой. Нет, здесь свободный ход спинки. Вот он примет положение спинки автомобильного сидения. Такой наклон, собственно, у вас и будет. Ну, естественно, в разумных пределах. Вот, поэтому вот спинка здесь гибкая. И поэтому можно регулировать. Что касается тканей. Новые обновленные ткани используются. Тактильно приятные. Они гипоаллергенные. Как заявляет производитель, они натуральные. Вот, соответственно, беспокоиться про аллергию с ребеночком не нужно. Родителям об этом беспокоиться ни к чему. Так, и давайте покажу быстренько, как здесь пристегивается ребеночек. Потому что это важные нюансы имеет. Пристегнули. Все. Вот так мы пристегиваем ребенка. Ремень проходит в направляющем. Снизу в направляющем. И он сдваивается вот в этом месте. И уходит тоже через направляющий вниз. Самый важный момент, который, друзья, хочу вам сказать, это как регулировать подголовник. Регулировать его нужно таким образом, чтобы высота, расстояние, точнее говоря, от плеча ребенка до подголовника была не больше двух пальцев. Желательно вот один палец держите. Тогда ремень будет четко идти по плечу, сюда вниз на грудь. А не вот здесь на горле, не дай попасть здесь. Это очень важный момент. Не думайте, что ребенку тесно. Так надо. Это безопасность, друзья. Собственно, мы с вами разобрались, как крепить само кресло, как крепить ребеночка. Если вдруг у вас в автомобиле нету изофикса, и вы его захотите поставить на переднее сидение, просто не пристегиваем. И точно так же пристегивая ребенка с креслом-ремнем. Ничего не поменяется. В плане безопасности изофикс 2-3 категории особой роли не играет. Там важен сам каркас. Вот само кресло создает защитный каркас для ребенка. И ремень это все держит на своем месте. Вот как это работает, друзья. Собственно, и все. В конце, в заключение. Все, в принципе, рассказал, что хотел. Единственное, по уходу за тканью добавлю ткань. Если будете стирать, стирайте ее до 30 градусов, чтобы ткань не села, и вы смогли ее обратно одеть. Но что если она сядет, это не гарантийный абсолютно случай. И вам придется, я не знаю, где искать, короче, этот чехол. Покупать новый, короче. Вам придется обычно его найти очень тяжело. Чехол, я имею ввиду. Вот, собственно, и все. Добавить, друзья, мне больше нечего. Как по мне, очень удобное кресло. Исходя из опыта наших клиентов у нас в сети, всем оно нравится. И оно набирает сильно достаточно популярность. Быстро это очень происходит. Я сам люблю эти кресла. Они, в конце концов, очень стильные, прикольные. Визуал вообще прям топовый. Особенно ядреный вот этот цвет. Вот эти соты, как будто пчелиные. Поэтому, не знаю, мне нравится. Но если у вас какие-то вопросы есть, какое-то мнение, можете в комментарии все это указать. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм, рутюб, в эко-видео. Там вы сможете без всяких ограничений YouTube посмотреть все те же самые обзоры. На вам, собственно, удачной дороге. Всем пока.